Друзья, привет! Это интернет-магазин Волколесо. И в этом видео мы с вами посмотрим и обсудим новинку сезона 2018 года Nokian Hakopelita R3. И в этом видео мы с вами, как обычно, изучим особенности рисунка протектора шины, мы с вами измерим глубину рисунка протектора специальным прибором, мы с вами взвесим эти шины, посмотрим, насколько же они легкие или тяжелые, мы с вами посмотрим различные индексы, такие как индексы скорости, индексы нагрузки, мы с вами расшифруем все, что вы видите на этой наклеечке, узнаем, насколько шина хороша в управляемости, в управляемости на сухой, на мокрой дороге, насколько она экономична, мы посмотрим с вами, друзья, различные инновации, обсудим, которые компания Nokian нам представляет. Ну и, конечно же, посмотрим, насколько мягкая или жесткая боковина у этой шины, но и также обсудим все, что мы с вами, друзья, увидим и норе. Хочу сразу заметить, что шина Nokian Hakopilita R3, безусловно, немного отличается от своей предшественницы Nokian Hakopilita R2, но суть и концепция, на мой взгляд, осталась абсолютно та же самая. И мы с вами здесь видим направленный рисунок протектора, что подтверждается маркировкой Rotation, то есть шина должна вращаться вот в эту сторону, и, безусловно, на монтажке обращайте на это внимание, чтобы шина была смонтирована правильно. Ну и давайте пройдемся по тому, что нам говорит компания Nokian об этих шинах. Ну, начать я хочу с вот самого такого, знаете, смешного, типа различные ламели в этом хамелеоне для сложных климатических условий будут адаптироваться ко всем вариациям погоды, обеспечивая надежное сцепление. Друзья, ну, знаете, вот я не очень сильно доверяю вот этим вот хвалебным речам всегда, потому что, ну, надо как-то всегда проверять и сверяться с фактами, особенно сертификация, знаете, вот европейская тоже очень любопытные вещи. Но давайте в любом случае дальше посмотрим, что говорит нам компания Nokian. Чрезвычайно низкое сопротивление качению подарит существенную экономию топлива. Ну, да, возможно. Но по сравнению с чем она подарит существенную экономию топлива? И далее они сразу же говорят, что фрикционные шины нордического типа обычно имеют самый низкий коэффициент сопротивления качению по сравнению с другими типами шин. И благодаря строению протектора и новейшему составу резиновой смеси Nokian Hacopelita R3 имеет минимальное сопротивление качению даже ниже значения летних шин. Каких именно летних шин? Вот самое важное. Вот видите, здесь есть такая замечательная европейская маркировка, наклейка по европейской сертификации. И здесь все написано. Каких-то летних шин так точно. Вот я 100% уверен. Но, знаете, ну, блин, я не знаю, куда скатываются все маркетологи, почему вы пишете все вот это вот одно и то же. Вы, в принципе, могли просто копировать у друг друга пресс-релизы и там будет у всех все одинаково. Что мы изменили немного форму ламили или сделали протектор более агрессивным, и теперь он, ну, а дальше поставьте, в общем-то, любое, что захотите. Вот, поэтому, ну, как бы, блин, вот честно, немножко смешно. Легкое качение экономит топливо и расширяет ассортимент электромобилей, на которых может устанавливаться шина. Ну, здесь не вопрос, может быть, на какие-то электромобили она устанавливается. И вот дальше, что самое интересное. Вот здесь ключик. Nokian Hakopilita R3 обладает сопротивлением к качению на 5% ниже, чем... Чем что, вы думаете? Чем Nokian Hakopilita R2. Что дало ей возможность стать наиболее экономичной зимней шиной в сравнительных тестах. В сравнительных тестах с чем? Между Nokian Hakopilita R3 и R2? Ну, наверное, друзья. Но, как-то это... Я очень не люблю пресс-релизы. И у меня такое ощущение, что с маркетологами у меня как-то тоже отношения не складываются. Потому что я пытаюсь все-таки выяснить, что же там за вот этой вот ширмой этих слов. Ну и дальше. Давайте сравнивать, что пишет компания Nokian, между прочим, на своем сайте. И что мы видим и своими собственными глазами. Компания Nokian пишет, шина отлично катится, а контакт с дорогой остается логичным и стабильным даже при ускорении в ледяных колеях и скоростных поворотах на мокрой дороге. Центральная зона имеет уже знакомые многим эффективные, запатентованные ламели-насосы. Вот только их количество увеличилось по сравнению с предыдущей моделью. Ламели удаляют воду из пятна контакта, обеспечивая стабильное и надежное сцепление на мокрой дороге. К краям шины также была добавлена обширная и плотная сеть ламелей, а острые зигзагообразные края открываются и закрываются при торможении и ускорении, тем самым улучшая сцепление с мокрой дорогой. Но давайте вот сюда, друзья. Вот, посмотрите. Это называется европейская сертификация, наклеечка, которую обязал Евросоюз наклеивать на каждую шину, продаваемую, соответственно, в этом Евросоюзе. И что мы видим, друзья? Почему сцепные свойства на мокром асфальте, на этой наклеечке, где-то вообще в подвале? Вот это почему-то. То есть, относительно эталона класса А, класс F, это примерно на 18 метров тормозного пути больше. Я вот честно что-то недопонял. Почему это так? Новая шина, новинка, супер технологичная. Я обожаю компанию Nokian. Я сам езжу на шинах Nokian, друзья. Я ни в коем случае там не... Это не видео какого-то хейта. Это просто то, что написано на сайте и то, что мы видим в реальности. Вот что мы видим. Это, блин, вообще очень странно. Но давайте, в общем-то, оставим этот вопрос, так скажем, открытым. Я думаю, что рано или поздно это все прояснится. Почему же так? Может быть, это касательно именно этого размера. Такая здесь петрушка 255-16 размер, к слову, самый ходовой. Поэтому я уж думаю, здесь сцепление на мокрой дороге должно быть хорошее. Потому что я думаю, что, ну не знаю, в процентах 30 продаваемых шин уж точно в каких-то ходовых размерах, в том числе 255-16. И давайте все-таки перейдем к хорошему. Во-первых, друзья, шины Nokian, Hakopelita, Hakopelita R2, Hakopelita 8-9, если касательно шипов. Это шины, которые люди очень любят. Именно за то, что она действительно для зимы очень хорошо подходит. Она действительно хорошо управляется на льду. Даже если это фрикционная шина. А здесь компания Nokian использовала систему Cryo Crystal 3, как они говорят. То есть, непосредственно в самой смеси, в составе смеси, есть микроскопические кристаллы с разными гранями. То есть, даже когда шина стирается, они все равно внутри смеси есть и работают они как шипы. Вот касательно Nokian Hakopelita R2, эта система была тоже там применена. И действительно, в тестах на льду эта шина показывала себя просто великолепно. И я думаю, что мы дождемся с вами, а может быть и уже тесты есть на момент публикации этого видео. Потому что сейчас у нас апрель 17-го, господи, 18-го года. И ни одного теста этой шины я еще не видел. Но, скорее всего, это видео будет выложено где-то под сезон. Когда вам будет интересно его посмотреть. И тогда уже, возможно, тесты какие-то будут. Но я уверен, что здесь тоже вопросов к управляемости на льду не будет никаких. Ну и давайте измерим глубину рисунка протектора этой шины. Хотя в отношении шин компании Nokian это абсолютно не обязательно. Я вам расскажу почему. Вот здесь мы намерили 8,4 мм. Можно, в принципе, чуть поддавить. Будет где-то 8,3 мм. Так вот, почему не обязательно абсолютно измерять глубину рисунка протектора у шин компании Nokian? Потому что они позаботились о нас. И вывели это прямо вот сюда. В такую нехитрую систему. Соответственно, видите, когда мы видим цифру 8, значит, остаточный рисунок протектора больше 8 мм. Ну или 8. Далее шина будет истираться. И затрется сначала. И останется циферка 6. Потом она сотрется. То есть будет меньше 6 мм. Потом цифра 4 исчезнет. То есть мы будем знать, что глубина рисунка протектора остаточно меньше 4 мм. Ну и здесь уже шину пора заменить. Ну и давайте переходить к боковине. Посмотрим, насколько она мягкая или жесткая. И перед этим я хочу попросить вас подписаться на наш канал. Если вы считаете эти видео полезными, то подписывайтесь. Это будет лучшей мотивацией для нас делать эти видео. И дальше. Подписывайтесь, ставьте лайк. Нам будет очень приятно. И спасибо вам за это большое. Ну, давайте посмотрим. Шина достаточно мягкая. Она, в общем-то, вообще без усилий проминается абсолютно. Здесь такая боковина. Она не очень плотная. Но надо сказать, друзья, что она и не хилая. Эта шина не хиляк вообще ни разу. Я думаю, что шина будет ходить очень хорошо. Вот у меня, допустим, стоит старый абсолютно Nokian 2012 года. Я езжу на нем до сих пор. И я думаю, что буду ездить и следующий сезон, и через сезон. Потому что шина в очень хорошем состоянии. Возможно, даже отсниму для вас видео по ним. Тоже будет не лишним. Поэтому Nokian делает хорошие шины с хорошей износостойкостью. И боковины такие. Они достаточно мягкие. Но не сказать, что они дубовые. Так. Давайте переходить к боковинам. Непосредственно к маркировкам. Что же указано на них. Давайте посмотрим. Перевернем эту шину. Вот таким вот образом. И посмотрим. Здесь мы видим, что указанная маркировка вот этой вот системы. Крео Кристалл Концепт 3. Но это, в общем-то, такая не особенно важная для нас маркировка. Что интересно, компания Nokian позаботилась о нас. И сделала, вот видите, вот такой автомобильчик. То есть здесь можно помечать, на какой оси, на какой стороне стояла шина. То есть не надо писать большими буквами LP, там, допустим, да, мелом. Достаточно пометить здесь, внутри этой шины, чтобы знать, что шина уже стояла на этом месте. И можно ее одеть на любое другое. Дальше у нас указано, сколько необходимо закачать давление в шине. Здесь тоже можно поставить в кружке отметку, чтобы не забыть. Далее указывается, что шина обладает ультра-низким сопротивлением к качению. Едем дальше. Что мы здесь видим? Здесь различные предупреждения, которые говорят нам о том, что надо быть внимательным при монтаже. Снежинка нам говорит о том, что шина допущена к зимним условиям эксплуатации. M плюс S это Mat плюс Snow. Мол, друзья, в переводе на русский это грязь и снег. Но, в общем-то, поставьте равно после грязи и снег, то что у нас правильно. Это слякоть. То есть шина позволяет ездить по таким слякотным условиям. Далее идет размер. Stadless это не шипованное. 94 R индекс скорости и нагрузки. Соответственно, R это 170 км в час. А 94 это 670 кг на шину. Extra Load означает, что шина имеет на 3 пункта больше индекс нагрузки, чем некая эталонная шина. Дальше указано, что шина радиальная и бескамерная. Что мы здесь видим еще? D.O.T. это Department of Transport. Это касательно Соединенных Штатов Америки. То есть шина сертифицирована для эксплуатации в Штатах. Что еще здесь написано? Здесь указано, что вы одеваете и монтируете только на диске в 16. E4 означает, что шина сертифицирована на Европу, сертифицирована она в Голландии. Четверка нам об этом говорит. Ну что еще мы здесь видим такого интересного? Max Load понятно, мы уже расшифровали индекс нагрузки. Здесь указано максимальное давление, которое можно закачать в эту шину. Это 51 PSA, это фунтов на квадратный дюйм, что соответствует примерно 3,5 атмосфер. Далее идет у нас информация о том, как армирована шина, то есть из чего состоит корт. Видите? Слой, который соприкасается с асфальтом или со снегом, имеет один слой полиэстера, двойное стальное здесь армирование и один слой полиамида. Боковина армирована одним слоем полиэстера. Все, как обычно, ничего такого экстраординарного нет. Есть еще шины, которые называются Nokian Gicapelita R3 SUV, здесь будет указано. И боковины этих шин усилены аромидным волокном. И надо понимать, что такое аромидное волокно. А здесь мы будем говорить скорее о пароаромидном волокне, то есть о том волокне, которое прочнее металла и легче его в несколько раз. И если действительно это пароаромидное волокно работает так, как я думаю, то, безусловно, шины с пометкой SUV будут обладать просто безумно выносливой боковиной. И это прям круто, очень здорово. И очень бы хотелось послушать отзывы реальных владельцев, в какие переделки они попадали и как их это аромидное волокно, в общем-то, выручало. Ну, друзья, на другой стороне указана дата производства 12 недели 2018 года, это конец марта, учитывая, что сейчас 20 апреля нам шина попала вот буквально спустя 3 недели после изготовления. Это одна из первых шин, которая сошла с конвейера, и она уже у нас, мы для вас ее снимаем, это очень здорово. Сделана она, изготовлена в России, о чем свидетельствует соответствующая маркировка. И, в общем-то, друзья, осталось нам взвесить эту шину, давайте это сделаем, сколько же она весит в размере 205-55-16. А весит она 8,3 килограмма, это абсолютно такая рабочая цифра, это не мало, но и немного. Ну и возвращаясь к рисунку протектора, мы видим, что именно о вот этих вот ламелях-насосах говорили нам в компании Nokian, что именно они помогают уменьшить тормозной путь и управляемость на мокрой поверхности. Но, опять же, вопрос остается открытым, почему все так. Абсолютно непонятно, надеюсь, что когда-нибудь мы об этом узнаем. Но, может быть, будут попадаться другие размеры, и там будет ситуация лучше, но в размере 205-55-16 я считаю, что просто обязан этот показатель быть лучше. И надеюсь, что компания Nokian, когда будет уже непосредственно сезон зимний, все-таки шины пойдут с несколько лучшим показателем сцепления на мокрой дороге. Все, друзья, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, ставьте лайк и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok